Великая Отечественная война победоносно завершилась! В 1926 году в Татарской АССР в деревне Новая Анзерка. Когда началась война, ему было 14 лет. Тогда мы стали переживать, когда забрали отца в армию. Он прислал в Казани и формировали. Он прислал из Казани письмо и сказал, приезжайте ко мне, нас направляют на фронт. Вот мы от Мамадыш до Казани на саночках пешком 170 километров несколько дней шли. Тогда Иван еще не знал, что видит отца в последний раз. Он погиб во время Сталинградской битвы. Пуля попала прямо в голову. Об этом сообщил гораздо позже его сослуживец, который был родом из соседнего села. Вырыли мы метровую яму, положили немножко соломки и шинелью накрыли и закопали. А после там что было? Где он, чего? Вот когда были в Волгограде, там памятник есть. Мамаев Курган, да. И он там счастливец. Щербенев Алексей Дементьевич погиб в 44-м году. То есть в 42-м году. В 44-м году. Сам Иван Алексеевич был призван в армию в 1943 году. Война посередине была. В 43-м году, 19 октября, мне исполнилось 17 лет. А 2-го ноября нас всех забрали. Вот этот год. Вот со всех ближних деревень тут. Татари, эти самые. Вот. Всех целый эшелон набрали и повезли на Дальний Восток. Как вспоминает Иван Алексеевич, для новобранцев в товарниках приспособили с двух сторон двойные нары. По нужде ходили прямо на ходу, открыв дверцу. Их кормили раз в сутки во время стоянки. Я уже не помню, в какой деревне, то есть в каком городе, наш эшелон столкнулся с грузовым вагоном. И первые вагоны вот так встали. А я ехал в 8-м, 7-м, 8-м вагоне. Снарс сбросили нас. Да. Ну, распрямили всех, кто погиб, кто ранен. Сняли вагоны подключили. И через какое-то время мы поехали дальше. Конечная станция эшелона была Бикин. Самый южный город Хабаровского края, расположенный около границы с Китаем. Новобранцев поселили в 40 километрах от станции в военном городке и стали обучать военному делу. Так продолжалось до 1945 года. А когда нас привезли в Бикин, пересадили на машину, подвезли границу, там река и паром. Тогда уже мы поняли, что война. И сказали, началась война японская, мы идем на фронте. Советско-японская война была объявлена ровно через три месяца после победы стран антигитлеровской коалиции в Европе. 8 августа 1945 года. Через два дня после атомной бомбардировки Хиросимы и накануне атомного удара по Нагасаки. Иван Алексеевич служил на фронте с танковым пулеметчиком. Огромный, больше 60 килограмм пулемет всегда был при нем. И в минуту опасности именно он со своим мощным оружием останавливал атаки вражеской пехоты и всегда выручал товарищей. А японцы никого не щадили. Помню только деревни, только через деревни. Вот проходишь деревню, заходишь, там интересные деревни были. Фанзы, нары деревянные, там матрас, печка, как котлы в бане раньше были, готовили себе рис. Все. Смотрим, убиты лежат, мать, отец и двое детей. Они, когда японцы отступали, заставляли защищать их нашими жителями, и получается, что и наших убивают, и их. Однажды недалеко от казармы, где находилось много солдат, разорвалась бомба. Многих убило и ранило. Один осколок попал в грудь Ивану Алексеевичу. По словам нашего героя, это ранение оказалось судьбоносным. После двух месяцев военных действий часть Ивана Алексеевича направили в Комсомольск-на-Амуре. Там фельдшер, который лечил Щербенева, предложил ему учиться на санинструктора. Через 10 месяцев Иван Алексеевич перешел служить в медсанчастью. Нашу часть в 47-м году переводят во Владивосток. Станция Гершельц там. Нас почему туда перевели? В то время, во время войны, приходили вагоны с продуктами. Мы их разгружали, грузили на пароходы и увозили на острова. И вот я там уже в медсанчастье был санинструктором. Приехав на место назначения, Иван Алексеевич был переведен в гарнизонную поликлинику. В 1950 году во Владивостоке открыли зубоврачебную школу. И вот когда школу открыли в 1950 году, наш год демабрализовывался. У меня начальник говорит, Ваня, давай, ты приехал из деревни за образование. У меня нет девять классов, больше ничего нет. Все, тебе 24 года. Вот иди учиться в врачебную школу. Я уже как же, оставайся на сверхсрочной. Оформили меня на сверхсрочную. Разрешили мне ходить учиться с восьми и до двух. Дневное. Через два года Ивану Алексеевичу выдали диплом зубного техника. Присвоили звание младшего лейтенанта медицинской службы. И перевели в Белогорск в стоматологическую поликлинику начальником лаборатории. И вот я там в этой поликлинике служил до 60-го года. Дослужился до старшего лейтенанта. Вот, последний, старший лейтенанта. Дослужился. В 60-м году было сокращение вооруженных сил. Если нет, я помню, вы не знаете, да. Миллион триста тысяч при Хрущеве. Да. И вот с нашей поликлиники стоматологической осталось только там трое. А троих уволили. Иван Алексеевич тоже попал под сокращение. Через некоторое время он был уже в Ульяновске, где жил его бывший сослуживец, с которым он переписывался. И зашел в облздравотдел. Я говорю, вот так, вот так вот. Они меня назначили в областную поликлинику. Заведливающую лабораторию. Было на Кузнецово, если знаете, сейчас там поликлиника. А там была областная поликлиника. Там было 15 зубных техников. И еще подсобы. В общем, всего 20. Вот моя любимая жена там работала. В заведующем лаборатории в областной поликлинике Иван Алексеевич Чербенев проработал до 1986 года. А затем еще 10 лет преподавателем в медицинском училище. Только в 72 года он ушел на пенсию. В этом году ему исполнится 94 года. Мы желаем Ивану Алексеевичу крепкого здоровья, душевного спокойствия, теплоты родных сердец, ни одного дня, одиночества и грусти. Субтитры создавал DimaTorzok